Итак, в этом уроке продолжу перечисление способов назначения ключевых слов фотографиями в Lightroom. И один из них это использование панели Keywords Set. Если в этом выпадающем списке в этой панели выбрано Recent Keywords, то в панели будут показаны просто последние ключевые слова, которые вы использовали. В то время, как в верхней панели, где находятся подсказки, слова выбираются по более сложному алгоритму, здесь просто последние. Это мое занудство. Также можно вместо последних здесь выбрать какой-то готовый сет, но они англоязычные, те, которые идут вместе с Lightroom. Они посвящены портретной фотографии, свадебной и так далее. И можно назначить свои какие-то слова, нажав на пункт Edit Set. Здесь достаточно очевидно. Вбиваете свои слова. Русские, конечно же, можно. Нажимаете кнопку Change. У меня тут вот как раз вот о чем я говорил. Вместо запятой поставил точку. И так она и осталась. Эти ошибки. Нажимаете Change. И этот весь комплект переходит сюда. Вы его можете использовать к выделенному в данный момент фотографиям, просто щелкая на словах. Также вы можете запомнить то, что вписали сюда. Запомнить это в Set, нажав на пункт Save Current Setting, за нее пресед, он сохранится и появится в этом выпадающем списке, откуда вы его можете вызывать и успешно применять. Так, вот это был еще один из способов. Так, дальше можно рассказать. Ну, необходимо упомянуть про такой простой способ, еще как копирование простое. Если вы копируете здесь слова, нажимая на кнопки, на клавиши Ctrl-C, потом вы их можете в любую фотографию там, после запятой, вставить. Вот. И все, в общем-то. Можно также отсюда их удалять. Это копирование. Но еще можно использовать синхронизацию. Это когда вы слова, ключевые, назначенные одной фотографией, вы их применяете к нескольким фотографиям. Для этого нужно выделить ту фотографию, которая будет у вас эталоном. Потом с Shift выделяем остальные, жмем Sync Metadata. Здесь выбираем пункт Только Keywords. И можно сюда еще вписать слова. Нажмем Synchronize. И все. Эти слова из активной фотографии назначатся всем выделенным фотографиям. Это была синхронизация. Ну, конечно, необходимо упомянуть, что в окне импорта, когда вы импортируете фотографии, о чем я рассказывал в уроке про импорт, там тоже можно назначать ключевые слова, вписывая их просто в определенное окно. Так, еще существует такой инструмент, как Painter. Вообще, про Painter я хотел сделать отдельный урок, но все-таки, наверное, не буду, потому что я раньше должен был про него сказать, но не сказал. Во многих случаях, о которых я говорил в уроках перед этим, его тоже можно было использовать, этот Painter. Он находится на панели инструментов, которые вызываются нажатием клавиши T. и просто по нему надо щелкнуть. Это такой вот баллончик в этом выпадающем списке, выбрать, что вы хотите, чем вы хотите покрасить фотографии. В данном случае Keywords'ами я хочу покрасить. Вот здесь у меня как раз набран Shortcut. Это просто бессмысленное в данном случае слово, просто для того, чтобы продемонстрировать вам действие этого инструмента. Итак, я им просто ввожу по фотографиям. Нажата кнопка мыши у меня, и я им ввожу, и на них появляется белая рамочка, что мне говорит о том, что они покрасились. Если я веду по ним второй раз, это действие Painter'а отменяется. То, чем он покрасил в фотографии, он это стирает. И вид инструмента изменился на такой, на ластик. Еще один из способов это использование Keyword Shortcut. Keyword Shortcut – это такой быстрый комплект ключевых слов, которые можно назначать фотографиям нажатием клавиш Shift-K. Назначить его можно в меню Metadata, и вот первый сразу пункт – Set Keyword Shortcut. В это окно мы вписываем слова, которые мы хотим вставить в этот Shortcut. Я так и вписал Shortcut, вы можете вписать несколько слов через запятую. И теперь можно выделить одну или несколько фотографий и нажать Shift-K. И мы видим, что присвоилось им слово Shortcut, которое я вбил в этот комплект. Использование Keyword List. Допустим, я вот вижу на фотографии людей, на «Люди». И я их могу перетащить на ключевое слово, которое находится в Keyword List. Беру фотографию и тащу ее на слово «Люди». После этого появляется галочка напротив этого ключевого слова, что говорит о том, что оно назначено в выделенной фотографии в данный момент. Я выделяю соседнюю фотографию, которой не назначено слово «Люди», и галочки здесь нет. Я могу ее просто поставить, и это слово будет назначено этой фотографией. Это еще один способ, и, наверное, последний. Может быть, еще есть, но я уже, наверное, буду с этим загругляться, в конце концов. Теперь я расскажу о такой вещи, как иерархия ключевых слов. Вот я вижу здесь на этой серии фотографий птицу. Птица относится к животным, и такие вещи удобно организовывать иерархически. Я пишу «Животные». Ставлю вертикальный разделитель, пишу «Птицы». Нажимаю Enter. При этом можно заметить такую интересную вещь. В поле, где показываются ключевые слова, появилось только одно слово «Птицы». Слово «Животные» не появилось. Это происходит потому, что в этом выпадающем списке над этим полем выбрано Enter Keywords. То есть, такое положение, которое позволяет нам просто вписывать слова в это поле. Но также в этом выпадающем списке есть Keywords and Container Keywords. Если мы выбираем это, то мы видим и животные, и птицы, оба слова. Тут дело в том, что слово «Животные», после него я поставил вертикальный разделитель. А для Lightroom это означает то, что это слово будет так называемым содержащим ключевым словом. То есть, это слово, оно как бы обозначает такую иерархическую ступень. И в нем могут находиться еще какие-то ключевые слова. И поэтому оно вот в этом состоянии, Enter Keywords, не показывается. Также в этом выпадающем списке можно выбрать пункт «Will Export». Это означает, что если его выбрать, будут показываться те слова, которые будут экспортироваться вместе с фотографией во время процедуры экспорта в Lightroom. И, то есть, это удобно. Мы можем увидеть те слова, которые действительно будут экспортироваться. Я вижу, что животное тоже будет экспортироваться. В данном случае «Will Export» и «Keyword and Container Keyword» показывают нам одинаковые слова. Но иногда это может различаться, о чем вы узнаете немножко позднее. Это был урок про методы добавления ключевых слов в Lightroom. И в конце хочется сказать, что ключевые слова – это действительно штука замечательная. И они позволяют просто изумительно облегчить поиск нужной фотографии в Lightroom. И, кстати, не только в Lightroom. Но самое в них сложное и тяжелое – это заставить себя ими пользоваться. Потратьте пять минут после каждого импорта фотографий на вбивание вот этих ключевых слов, тем более со средствами Lightroom, облегчающими этот процесс, это сделать будет еще легче. И потом, после этого, получить большую выгоду по поиску нужной фотографии. В следующем уроке мы разберем более подробно панель Keyword List. И также мы углубимся немного в что такое иерархия ключевых словах. Итак, до следующих встреч на сайте светлаякомната.ру. Всего вам хорошего.